Итак, парни, всем привет! Сегодня, как мы и обещали, видео сравнительный отстрел на пробивную способность Сайги 308, исполнение 61, с 415 стволом И Сайги, исполнение 46, с 350 стволом Стрелять, значит, будем патронами Барнаульского патронного завода 7,62х51 Full Metal Jacket, цельнооболочными С массой пули 9,4 грамма Значит, что хотелось бы сказать Для этих целей мы специально создали, не побоюсь такого выражения, научный стенд Основа, в которой установили 4 металлических пластины, толщиной 3 мм Материал пластин сталь СТ-3 Твердость ее 131 мегапаскаль Дистанция стрельбы планируется 100 метров Хотим все-таки мы посмотреть, как лишние 65 мм длины ствола На одном и том же патроне, на одном и том же оружии Окажут какое влияние на пробивную способность пули, цельнометаллической Вкратце, немного теории На что влияет длина ствола Длина ствола влияет на баллистику выстрела На точность, на кучность, на настильность, на пробивную способность Опять-таки, надо понимать, что сама по себе длина ствола, длиной ствола Многое будет зависеть от твиста, то есть от шага нарезов, от массы пули В общем, теория теории Сегодня решили пострелять по металлическим пластинам И давайте посмотрим, что у нас из этого получится Продолжение следует... 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 Итак, вот наш испытательный стенд после стрельбы. Мы видим, что попадания из 415-го ствола и из 350-го, что оба выстрела ушли выше линии прицеливания. Обусловлено это тем, что оба карабина пристрелены тяжелой пулей охотничьей 10,9 грамма, а стреляли все-таки 9,4. Но не важно, нашей целью не было сравнить точность, мы сравниваем пробивную способность. Итак, давайте попробуем разобрать этот стенд и посмотреть, что у нас получилось. Итак, первая пластина. Два аккуратных, ровных отверстия. Видим, что на обоих отверстиях пули оставили часть своей металлической рубашки медной, омедненной. Видно, да? Дальше. Вторая пластина. Видим, два абсолютно одинаковых, ровных отверстия с разбрызгиваниями свинца. Разницы абсолютно никакой, что 415-й ствол, что 350-й ствол. Так, дальше. Третья пластина. А вот тут мы уже наблюдаем существенную разницу. Мы видим, что вмятина... Да, третью пластину не пробил ни 415-й ствол, ни 350-й. Но мы видим, что вмятина от 415-го, она значительно-значительно сильнее. Это визуально определяется. Не надо никаких измерительных даже приборов. Видно, что вмятина намного сильнее. Все технические характеристики выстрела этим патроном, этой пулей, давно мерены, промерены, перемерены. Что мы имеем? Мы имеем наглядный пример того, что скорость полета пули из Сайги 380 с 415-м стволом выше скорости полета Сайги с 350-м стволом на 44 метра в секунду. Что такое 44 метра в секунду? Это скорость среднестатистического урагана. Таким образом, стреляя из двух одинаковых карабинов, одного калибра, одним боеприпасом, с одним весом пули, с одной навеской пороха, но с разной длиной ствола, мы получаем разницу в 44 метра в секунду по скорости и 296 джоулей по энергии. Существенно это или нет, ну не знаю, решать вам. Смотря на каких целей оружие используется. Я пользуюсь 350-м стволом. Для моих охотничьих потребностей это за глаза. Вот. Товарищ пользуется 415-м. На мой взгляд, все-таки да. 415-й ствол наиболее полно раскрывает возможности 308 винчестер патрона. Не идеально, но наиболее полно. Баланс всех полистических характеристик в 350-м стволе сильно нарушен в этом отношении. Но, на мой взгляд, почему я охочу в 350-м? Потому что он маневренный, у него лучше баланс, у него толще ствол, он меньше вибрирует. Ну и самое главное, в моих охотах не возникает таких дистанций, где потребуется длинный ствол. То есть максимальный выстрел, насколько я в тайге стрелял, это 90 метров. Периодически возникают моменты, когда есть возможность, есть места, местность, где можно выстрелить дальше. 100-150 метров. Но. Здесь и наступает разница. Вот здесь мы ее и можем почувствовать. То есть там, где Сайга с 350-м стволом будет работать на пределе своих возможностей, на пределе Сайга с 415-м стволом, будет отрабатывать еще в зоне комфорта. Я считаю так. Поэтому каждый для себя должен сделать вывод сам, надо ему или не надо. Ну, можно еще поговорить, конечно, о том, что 350-й ствол лучше будет стрелять быстрым порохом. То есть если заниматься релоудингом, собирать патроны самому, заменить порох на быстрый, он будет успевать сгорать в этом коротеньком стволе, уменьшится пламя, характеристики все возрастут. Но, знаете, вот честно, это уже попахивает вот 410-ничеством таким вот, да? Я вот часто критикую любителей 410-го оружия, которые используют для охоты. И сейчас вот сам в их степь ухожу. Мы приобретаем это неприхотливое оружие из-за того, что мы можем пойти, набрать валовых патронов, насыпать их и стрелять ни о чем не думая. Переходя уже в грань релоудинга, ну, как-то уже для релоудинга, для Сайги, для утилитарного оружия, наверное, это не совсем та степь, куда надо идти. Но, несмотря на это, этот вопрос также решаем. Кто хочет решить, он его решит. Для меня этих целей нет. Я стреляю заводским патроном. На этом, наверное, будем заканчивать. Вы все сами видели. Выводы сделает каждый для себя сам. Смотрите наш канал. Не забываем ставить лайки, не лайки. Подписываемся. Нажимаем колокольчик. Увидимся. Продолжение следует...